Какие страны соединяет Беринга в пролив? Сейчас будет сложно, я не отвечу честно, но я могу постараться в тупую сказать что-нибудь. Какая работа начинается у вас через 5 минут? Работа промоутером. И сколько часов надо будет кайлом махать? 4 часа. Ёх, макарёк, что платят по бабосикам? 150 час. Вы сегодня больше заработаете на моей передаче. Корень из 144. Так-то я уже все отснял, сейчас домой уже поеду, все уже замерзло, ручки все замерзли. Видите, Лариса связала мне варежки, ну, Лариса, зрительница моя прислала мне варежки вот такие вот красивые. Это шоу «Вопросы за бабосы». Хорошо прям было сегодня, я прям участница, которая будет в самом конце. Анюта прям классная, посмотрите до конца видос. «Вопросы за бабосы». Каждому участнику я задам по 5 вопросов, и его задача просто поучаствовать. Невозможно проиграть, невозможно. Погнали! Ёшкин кот, летели! У меня ходит нормально, и это было заработать. Прекрасно. Иди сюда поближе ко мне. Игорь. Игорек, я Жека. Я знаю, да. А ты откуда чешешь? Да я вот сомги пианино только что отгружал в школу-интернат. Тяжелая подлюка была, наверное. Вообще фигня. Но я уже года три этим занимаюсь. Именно по пианино, да? Не только. Сейфы по 500 килограмм, бригады целые. Там, не знаю, оборудование специальное. Принтеры, ксероксы, промышленные. То есть, ну, такие такие. Ну, рука на битву. Да, такие важные именно работы. Правила ты знаешь, Игорек. Ты же смотрел эту ссору. Да, да, конечно. Я стою, все это настраиваю, подходит Игорек. Говорит, ну что, замутим. Замутим. Я очень рад. Я тоже. Хороший канал, честно. Я тоже. У меня была другая камера до этого. Я сейчас снимаю на эту камеру третий раз. Я еще не привык вообще. Настройки были все поганые. Фокус был херовый. Вчера весь день сидел, и этот фокус не фокус все сделал, чтобы была качественная картинка. Пять вопросов, отвечаешь на них правильно, получаешь тысяченку рублей. Я думаю, ты победишь по-любому. Тебе сколько годиков? Мне уже 34, вот 29 января буквально исполнилось. 34, 20, а мне 31 января 34. Кто открыл Америку? Христофор Кау. По-любому есть люди, которые сейчас полезут, понял куда, да? Скажут, типа, нет, викинги были там первые. Другие скажут, там были первые японцы, третьи вьетнамцы, якуты. Есть же такие пассажиры, но нам по барабану. У нас Христофор Каул. Правильно? Да, да. Здоровый отец. Ты следующий, да? Наверное, да. Вообще супер. Подождешь, да, туда? Смотри, сейчас соберем, наверное, круто. Как звали актера в шляпе, в усах и в немом кине? А, так это же Чарли Чаплин. Чарли Чаплин? Да, все верно. А кто-то сейчас меня потянет за то, что я сказал кине. Не, 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 нормально. Типа, вот он неграмотный чел. Не, не, все равно. Один раз я такой говорю, да мы на метре поедем. По математике. Эти вопросы придумывали подписчики. Тик-така. Я теперь есть в тик-таке. Я делаю там прямые эфиры. И видосов там килограмм. Представляешь, у меня видосов сколько? По 15 секунд туда нарезаю и все выкидываю. И я вчера сделал прямой эфир. Говорю, ребят, давайте накидаем вопросы. Вот накидали. Корень из 144. Я бы с удовольствием тебе подсказал. Подсказал бы эту форму, как эти корни нужно выводить. Но, Игорюк, я не знаю. Блин, стыдно. Серьезно, не знаю. Мне стыдно. Там же вообще, по-моему. Тебе прям реально стыдно? Да. Там же очень все просто. Блин, а почему мне не стыдно? Я бы не ответил бы. 20? Короче говоря, видимо, нужно одну цифру умножить на такую же цифру. И получится вот эта цифра. Как я понимаю, это так, наверное, да? Как мне стыдно? Как мне не стыдно вообще? Стыд куда-то. Прикинь, вот это вот чувство стыда у меня пропало. Нет его, представляешь? Пропало и все. Получается, я должен сейчас сначала разделить 144 на 2. Или нет? Ой, Угорек, запутал ты меня. Корень из 9 это будет 3. А корень из 144 это умножить два одинаковых числа друг на друга и получится 144. Мне почему-то, как и в этом, геометрической прогрессии хочется потерять. Давай, пускай нам подскажет чувак красной короткой. Ну, сейчас он у тебя хуже. Давайте вот так вот встанем. Вот так вот встанем. Как тебя зовут? Меня зовут Антон. Антон, подскажи Игорьку, пожалуйста, корень из 144. А, 22 получается, да? То, что говорит 22. 21. Это получается 18, нет? Короче, ты иди погугли, погугли, а потом нам подскажешь, будто бы... 12? Он сейчас погугли. Не надо гуглить! Сколько? 12? Да! Да! Где же ты есть, зимой мой сон? Ты разбудил во мне огонь. Я тебя найду одна. Я тебе спою о снах. Я тебя так жду, а ты, где же ты? Что-то у меня сегодня не... Игорек, все верно, все правильно. Блин, я сегодня какой-то поганый ведущий. Мне кажется, я сегодня переигрываю. Не, нормально, это просто пасмурная погода. Вон как раз только-то начали тушить и разбиваться. Пятый вопрос. О, простейший одноклеточный организм с ресничками. Узорья туфелька, что ли? Да. Откуда ты знаешь, это Игорек? Я до восьмого класса хорошо учился. Это в восьмом классе? Если я ошибаюсь, уже... И ты прям знаешь, как она выглядит, эта вот малявка? Она выглядит в виде туфельки. Туфельки, да, да, да. Реально, вот. Шмачок такой. Все, ты победителя, поздравляю тебя. Возьми микрофон, передавай привет. Там еще там все дела, вот так уставай. Кисуля, люблю тебя, ты по-любому увидишь это. Всех люблю. Как Акисулю зовут? Ира. Ирочка. Ирочка красавица. Так, ну, Акисулю жена? Да, да. Маме, папе ты своим передаешь? Ее родителям не будешь подавать привет? Она знает, почему нет. Вот. Ну, там есть некоторые эти... Ну, там есть некоторые эти... Давай, не выноси ссоры из СБ. Не надо, не надо грязь. Не надо. Но я всех люблю, честно. Слава Богу. Все, это твой подарок, Игорек. Спасибо тебе, что ты появился в этом видосе. Иришке привет. А сейчас мы Антоху зовем. Антоха стоит, вот ждет нас. Давай, давай, Игорек. Антох, залетай. Ууу, Антох, изменим просто вид, чтобы картинка была разная. Я согласен максимально. Как дела вообще? Ну, я могу сказать, что хорошо. Дела у людей должны быть всегда хорошие, правильно? Отлично. Я должен это... Можно разговаривать же с аудиторией, правильно? Ты можешь все что угодно говорить и сколько угодно. Я очень рад, что я приехал, я стою здесь. Пока я настраиваю камеру, подошел Игорек. Говорит, о, я же знаю твои видосы. Я говорю, классно вообще. Стоишь ты, готовый поучаствовать. Я это приветствую всегда, понимаешь? Бывает, я приезжаю на локацию и не могу уговорить людей заговорить со мной. Молодежь вписывается в движуху мою, а вот кто постарше, они никак их не уломать. Я думаю, это проблема с тем, что все думают об обмане, то, что все хотят обмануть друг друга. И это практикуется в этом городе, я считаю так. Ты из этого города? Я из Владивостока. Но живу сейчас здесь и я просто музыкант. Вау. Вот, и в Владивостоке достиг высот и сейчас перешел в Питер уже. Что за высоты там были? Ну, меня вся тусовка рэп Владивостока знала, вот. То есть меня везде приглашали, там сидела, все подпевали на концертах моих. Вот. Но здесь пока такого нету, тут просто качаются все, но не подпевают еще. Ты нам сегодня забабахаешь с чем-нибудь, да? Ну, могу, да. Ну, ништяк. Сколько тебе годиков? 21 исполнилось там несколько дней назад. Ясно. Ты себе нарисовал всякие финтифлюшки. Что это значит, расскажи. Это Христос Воскрес? Да. Ну, это так меня в армии, кстати, называли. Это Х8 вообще. Ага. Ну, зовут меня так в музыке. Х8. Х8 приводится там как энергичный, короче, возбужденный, то есть постоянно на энергию. Каса это обновление жизни, то есть жизнь чистого листа. Маленькие капельки, это означает, что не лью много воды. Пытаюсь все кратко точно расположить к себе как раз человека. Вот. Здравствуйте, женщина. Пытаюсь всегда с людьми разговаривать, потому что для меня это единственное, что позволяет получить эмоции. Вот. Интересно ходит. Конечно, конечно. Братан, говори, говори, да. Так, что еще? У меня есть такая татуировка. Ух ты, нифигеть. Ну-ка покажи-ка вот это людям вот это вот. Вот. Это самое больное. Х2, да, нарисовано там? Это типа все, что есть во мне, только в двойном размере, короче. Есть вот, я свожу эту татуировку. Еще там, да? Как я понимаю, ты меня не видел на просторах этих всех интернетов. Ну, как я понял, что ты снимаешь, потому что ты подготовленный человек. Я заряженный. Как минимум. Как я понял, еще там будут вопросы, которые сейчас заставят меня почувствовать глупым. Но из-за того, что я могу в жизненной ситуации выкарабкиваться, я попытаюсь на них ответить. И можем начать. Мы будем выкарабкиваться вместе. Это шоу называется «Вопросы за бабосы». Я задаю тебе пять вопросов, отвечая на них правильно, ты получаешь тысячу рубасиков. Все. Вот так вот. Хорошо. Да, будем начинать или ты еще что-нибудь расскажешь, интересно? Да, можем начинать. Ну и в процессе там плялякаем, да, если что? Я с этим согласен. В каком году был основан Петербург? Имена как переименовали его в Санкт-Петербург? Или то, что он там назывался раньше, по-другому? Петр Первый его строил. Я думаю, это приблизительно где-то там 1600 какой-то год. Ближе к 1700. Да, да, все верно, все верно. Ближе тысяча к 700. Тысяча. Ну, то есть сейчас это не провокационно, да, ты говоришь? Не-не, никаких провокаций, ничего нет. Вот тогда лучше, да, хорошо. Тысяча шестьсот... В общем, это точно 1700 год. Хорошо. И то, что ты не знаешь этого, мне кажется, это не страшно. Ну, плюс-минус я-то попал в это. Ты откуда? Из Владивостока. Ну, какого хрена ты должен знать? Потому что это история России, как я же должен это знать. Я не знаю Владивостока, когда основание было. Вот не знаю все. Но я больше про Питер знаю, чем про Владивосток. Москву я и то узнал недавно, и случайно, и знаешь, из-за чего? Из-за того, что я веду эту передачу. Да. А так бы хрен бы я узнал, когда основание Москвы. Ага. И то уже забыл, понимаешь, не помню. Поэтому ничего страшного, что ты не знаешь основание. Начало 18 века. Одна тысяча... Могу вот в любой промежутке... Да что нам гадать? 1703 год. Третий год. Третий год. Хорошо, а можно я это запишу хотя бы, чтобы знал я для себя? Ты запомнишь. Ты запомнишь. У меня память очень плохая, поэтому... 1703 год. Кстати, хочешь прикол, скажу? У меня тоже плохая память. И я сейчас, пока ты вспоминал год, основание... Я даже с тобой был вопрос. Я вспоминал, как тебя зовут. Антоха! Антоха, все верно. А как зовут тебя наш познакомитель? Джека? А я не представился, да? Женя. Женя. Хорошо. 1703 год. 1703 год, и мы двигаемся дальше. Какие страны... Блин, какие-то сложные вопросы, короче. Да ничего страшного, я буду зато умнее. Ну да, да, давай. Какие страны соединяет Беринга в пролив? Сейчас будет сложно. Я не отвечу, честно. Но я могу постараться в тупую сказать что-нибудь. Беринга в проливах, это... В оправдание тебя я скажу следующее. Эти вопросы придумали мои зрители из Тиктака. И когда этот вопрос написали, я говорю, ребят, а ответ-то напишите. Они написали ответ. И теперь я тоже знаю. Но я не знал об этом. Мы тут все этого не знаем. Так что присоединяйтесь к нам. Да. Но учитесь вместе с нами. Мы здесь учимся на своих... Ошибках. ...незнаниях. Но я могу сказать, что Берингов пролив, это ближе... Между нами была холодная война в какой-то период... Времени советской. Это когда мы в Франции... Ну, с кем обычно кусаемся? С кем мы кусаемся обычно? Ну, с кем? С Америки. Постоянно какие-то кусалы вот эти беспонтовые. Хотя я вырос на Арнольде Шварценеггера. Но... На Ван Даме. Американская, американская. Понимаете? Всегда грустно, когда какие-то недопонимания происходят между нами. А ведь Мел Гибсон, Храброе сердце, Ди Каприо Леонардо. Это же они мне как родственники все. Атлантический океан. Ну, поэтому Берингов пролив, это между чем и чем? Ну, между... Вот это вот. Америка и Россия? Да, все. Все. Интересно. Видишь, ты красава. Все сам. Антоха, все сам. Сейчас главное, чтобы не было такого, чтобы я такой отвечаю. Ты такой говоришь, да, да, на самом деле не так. Будет забавно. Даже если не так, ну, подумаешь, господи. Зато интересно время провели. Да, конечно. Я считаю. Что такое инфинитив? Это связанное с глаголом в русском языке. Это какой глагол? Пока ты думаешь, я пойду по смею, как там мы смотрим все, окей? Ты пока еще поговори. Ха-ха, инфинитив. Глагол инфинитив. Да. Все нормально. Отвечает на вопрос какой? Что сделать, что делать, да? Да, да, все верно. И пример просто скажи нам. Прямо правило это используют? Нет, просто пример, слово, любое глагол. Вот это инфинитив. Биться. Что делать? Бить. И ставится мягкий знак. Биться, да. Читать. 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 Кусать. Читать. Сосать. Шумпачупся. Хорошо. Естественно. Что все реально в точку. Да, да, все верно. Это начальная форма глагола отвечает на вопрос, что делать, что сделать. Я с таким умным лицом говорю всю эту хрень, а сам только вчера напомнил себе об этом, а так бы, если бы меня остановили, ребят, я бы тоже, наверное, хрен ответил. Четвертый вопрос. А не третий раз? Был же первый Берингов пролит. Был Петр Первый, потом вот это, потом инфиницив. Все. Хорошо. У нас обычно четвертый вопрос музыкальный. Забубень что-нибудь свое. Давай. Рвачку можно? Так еще видно, что было. Так, давай вот так вот. Хорошо. Салют, бэйби, не летает, сгорает файл. Я не отбрал его, на полива нету, полива нету, дел нету понимания. У меня много этого полива, я ссыкуй, но мне заплатят. Мой день настал снова на века. Ты знаешь, где, брат, ты знаешь, где, брат. У меня много этого дерьма, чтобы там забрать, я пытаюсь забрать. Во-первых, я буду забирать мой сноу. У меня стиль, у меня есть эти соу, хуй, нам базарь, я дал. Ты там поливал талант, у меня много этого опала, чтобы пускать не то, что попало. Эй, салют, бэйби, не летает, сгорает файл. Я не отправил его, на полива нету, полива нету, дел нету понимания. У меня на руке прибыль, у тебя на руке было пиво. Передай мой красиво, но выговариваю материал. Я думаю так. Спасибо. Пятый вопрос. Хорошо. Давай мы тут твой инстаграм нам усолим, да, чтобы все видели, да? Ну, можно, можно. Ну, покажи, я потом его вставлю. Подожди, подожди, подожди. Поближе, поближе, поближе. Сейчас, подожди, фокус поймает. Бля, а почему не фокусироваться? Ну-ка пониже опусти. О, все, ништяк. Ой, слушай, пятый вопрос какой-то вот тоже. По геометрии, блин. Тригонометрия? Да нет, тригонометрия тоже слишком, наверное. Ну, не знаю. Ну, ладно, давай. Можно попробовать. Какие углы называются смежными? Смежный угол, даже не помню, что такое. Это как-то относится, но хотя не относится к... Давай, я понимаю, что ты этого не помнишь. Я себе вчера об этом напомнил, поэтому, ну, я теперь тоже помню. Они смежные называются, потому что у них что-то есть, наверное, общее. Линия, да, линия. И получается этот угол, он 180 градусов, правильно? Ну, мы сейчас вот делаем такую палочку. Если один угол 45 градусов будет, да, то второй угол, сколько он будет градусов? Не столько же 45 градусов получается. 180 вживец. Ну, то есть, это получается равнобедренный трюк, да? Если бы была бы круглая хрень, это было бы 360. Из-за того, что есть вот такая палочка, а вот на... Подержи-ка. А вот на палочке вот такой угол, да? И вот этот угол, вот этот угол, да, он 45 градусов. Ага, вот этот 45 градусов. Это сколько получается? Ну, он же должен быть тоже... Если палочка ровная... Если эта хрень 45, то сколько вот эта хрень? Если здесь 180 градусов? 45 минус... Вот, 180 минус 45 получается 135, да? 135, да? Да, 135, правильно. Получается, что общего? А у них... Как сказать... Основание у них общее. Какие углы называются смешными? У которых... Основание... Основание... Общее. Общее основание. У меня... У меня текут эти самые слюни постоянно. У любого треугольника же общее основание, нет? Ну, у этих углов, у них общая сторона. Понимаешь? Поэтому они называются смешные. Вот как-то так вот придумали все это. Как-то не могу я сейчас до сих пор это прям... Вот эта хрень у них общая. Поэтому угла-то два, понимаешь? Угла-то два получается. Здесь угол и здесь угол. И получается, что? Почему они смежные? Они смежные, смежные. Потому что у них общая сторона. Вот эта вот лобуда. Плюс-минус начинаю понимать. Зато я запомнил, что 1703 год. Россия и Америка соединяет Беринга в пролив. Потом третий вопрос. Инфинитив. Инфинитив. И забабахал репчину. И вот сейчас, что такое смежный угол. Ну, давай. Возьми в руки микрофон. Для того, чтобы твои эти знания закрепить, подарок тебе еще подарил. А ты пока привет кому-нибудь передай. Передаю... Привет всем своим людям, дорогим, прекрасным. Особенно Ксении. Особенно Ромке. И я думаю, все, кто меня знает, в принципе, поймают, что привет передаю именно вам. А может, тоже привет передашь? Да я успею еще саму соль. У тебя в конце столько, если привет передают. А я думал, это прикол будет. Ну, ладно. На самом деле, это сейчас будет прикольно для меня. Я сейчас расскажу тоже своему другу, который мне звонил. Что прикольно будет? Что прикольно будет? Ну, просто я сейчас другу своему звонил, вот, когда подходил перед этим. Говорил, что сейчас, типа, походу, как, типа, интервью буду давать, вот. Он такой посмеялся, я говорю, типа, что, типа, да вроде ничего такого, просто постою, поговорю, все. Он говорит, смотри, он тебе, типа, еще денег, типа, даст. Я говорю, да нет, типа, не уграй. Ну, на самом деле, прикольно, приятно очень. Это продуктивно. Подальше, подальше. Это прогрессивно даже мог так сказать. Слова тоже умные знаю. Ну, че, я думаю, что мне нужно еще одного человека облохматить, потому что тысяча рублей в кармане осталась одна и пять вопросов остались. Тогда я не отвлекаю от тебя больше. А ты куда путь и держишь? Пятерочку. Да? А ты здесь, да, где-то рядом живешь? Где-то рядом живу здесь, прям совсем недалеко. Все, Антох, приятно было познакомиться. Давай, что там. Все, хорошо. А пиши, можно это посмотреть? Где угодно, набирай негодяй ТВ. Сейчас, хорошо. Все, я запишу, тогда все, хорошо. Все, давай, давай, пока. Заходите вот прямо сюда, заходите. Вот так вот, стойте, стойте, стойте здесь. Как вас зовут? Аня. Анна, я пойду посмотрю, как вы выглядите в кадре, хорошо? Только у меня работа начинается через пять минут. Пять минут нам хватит. А на какую тему надо будет? Секундочку, секундочку. Здорово. Анна, меня зовут Евгений. Сейчас я вам задаю пять вопросов. Вы на них отвечаете, я вам плачу тысячу сестерцев. Хорошо, я согласна. Это здорово. Как настроенится? Отлично. Какая работа начинается у вас через пять минут? Работа промоутером. А, вы будете раздавать какие-то листовочки. Листовки. Листовки, да. Что нынче? Какие листовки я раздаю? Листовки с рекламой роллов. Вау! Прямо ровно через пять минут? Ровно в четыре. И кто будет подглядывать за тем, чтобы вы вовремя начинали все это действие? А специальный человек, провизор. А специальный человек даже не знает, что вы сейчас стоите с очень популярным блогером на этой планете. Мы можем вообще разрекламировать эти ваши суши. И вас директором сразу сделают. Все вот эти богадельные. Пока мы этого делать не будем. Сейчас мы увидим этого провизора. Мы такие, ха, там роллы, суши, муши, да. И все, и сегодня можно уже домой идти будет сразу же. Нормально? Да? Так, поехали? Давайте. И сколько часов надо будет кайлом махать? Четыре часа. Ёх, макарек. Что платят по бабосикам? 150 час. Вы сегодня больше заработаете на моей передаче. Хорошо. Вы победите по-любому. Проиграть у меня невозможно. В моем шоу никогда никто не проигрывает. Ну, в последнее время. Раньше, конечно, я такой, еще тот же мод был. Сейчас ляшечка горит немножко, можно раскошелиться. Правильно? Первый вопрос очень сложный. А что делать? Кто съел кузнечика в песне? Лягушка. Все совершенно верно. Анна, я очень переживаю, потому что мне все время кажется, что камера не записывает. Все это новинка. Понимаете, я пойду быстренько посмотрю, хорошо? Хорошо. Фу, слава богу. Давайте встанем поближе немножко. Так будет прикольно. Фамилия Ивана Грозного. Романов. Это потом они были Романовы. А до этого они были другие. Фильм. Анна, помните, Иван Васильевич меняет профессию? Помню. Кто он говорит? Кто мы? Мы эти. Рюриковича. Рюрикович. Третий вопрос. Президент США, который отменил рабство? О, Боже. Мне так стыдно, я не помню. О, Боже, дай мне сил, и не дай мне умереть. С бакенбардами, мужик. Может быть, Рузвельт? Нет, другой. Имя такое у него прям какое-то. Руссо. Помните, Сарбакайт это пела? Песня-то какую-то. Руссо. Кто такой Руссо? Сарбакайт. Привет. Привет. Авраам. Авраам Руссо. Авраам Линкольн? Да. Ю-ху. Четвертый вопрос. Давным, давно, темной ночкой на крылечке, давным, давно подарил тебе колечко. Зачем, зачем подарил тебе колечко? Зачем, зачем отдала ты мне сердечко? Колечко, колечко. Кольцо. Давно это было, давно. Зачем я колечко дарил? Сердечко твое бередил. И мы бешено рвемся вперед и с превеликим удовольствием и радостью достигаем пятого вопроса. Нравится вам моя передача? Что? Передача нравится моя? Вот та, которую мы снимаем? Да. Да. Мне тоже нравится. Мне нравится, что вы участвуете. Спасибо. Приятно. Кто придумал акваланг? Жан-Батист Кусто. А его Батист сразу? Жак Ив Кусто. Анна, сколько вам годиков? 32. А вы помните, по телевизору постоянно показывали вот эти передачи, где он на Калипсо? Помните, вот он нырял постоянно? Если честно, не помню. А у меня дед постоянно смотрел. Постоянно смотрел. Откуда же тогда вы знаете, раз вы эти передачи-то не смотрели? Я читала это. Итак, Анна, берите в руки микрофон. Почему вы ведь без варежек? Замерзнете сегодня весь день. Привет, передавайте кому-нибудь. Хочу передать привет своим друзьям Диме, Насте, Ане и Карине. И пожелать им всего самого лучшего. И всем петербуржцам, конечно. Это ваш подарок. Спасибо. Прошу, прошу, пани. Вот такая наша передача. Где я могу посмотреть себя? Где только я все это не выкладываю. С самого начала все это опубликовывается сначала в Ютуб. Ютуб это как-то с этого мы начинали. Негодяй ТВ. Потом эта лабуда вся появится в Яндекс.Дзене. Кусочек будет в Инстаграме. И много маленьких нарезок будет в ТикТоке. Короче, везде. Так что вы очень будете теперь популярная женщина. Спасибо. И вас увидит, ну, как минимум, около двух миллиардов человек. Я вам желаю популярности. Спасибо вам большое. И вам всего самого хорошего, лучшего, здоровья. И всего там от души. Меня вам в душе. Все, прикосновения. До свидания. Счастливо. До свидания. Вот такая чудесная передача у нас сегодня. И не знаю, у меня какое-то прям счастье и радость от того, что Анна у нас появилась в этом выпуске. Представляете, сейчас она будет махать кайлом 4 часа. А сейчас тыщенка нано сразу и все. Просто нано и все. Кайф. Просто классно. Классно. Я рад. Я счастливый сегодня человек. Еще раз хочу вам всем сказать, что... Что сказать-то? Ну, что сопли у меня постоянно текут. Да, у меня постоянно текут сопли. То, что я могу говорить без микрофона вот так. Потому что у меня вот здесь есть микрофон. Да, я могу себе такое позволить. У меня теперь крутая аппаратура. Я крутой парень. Не, я вчера весь день сидел и все проверял. Этот фокус, фокусировка, чтобы не было никаких этих движений. Прошлые ролики, предыдущие до этого, я во время монтажа думаю, господи, какой ужас. Что-то фокус как-то бегает, прыгает. Нет. Я еще ведь не понимаю. Я дилетант во всей этой аппаратуре. Я же не оператор. Пришлось учиться, обучаться. Вот всему обучился. И теперь картинка должна быть бомбита. Никаких лагов и косяков не должно быть. Почему-то каждое видео у меня под конец. Вот это идет минута молчания. Здесь напишите какой-нибудь хороший комментарий. Поставьте лайк. Подпишитесь. Такие все эти фразы. Какой-то лайк подпишите. Где моя машина? Не дернули мне скотину? Лежу машину. Стоит. Стоит все нормально. В комментариях, если не знаете, что написать, напишите «Ебола». Ну, просто слово «Ебола» напишите. Ну, и дополнение какое-нибудь. Там «Ебола»-фире. Евгений. Хорошо. Нормально. Почаще делай видосы. Да, мы сейчас подпишемся на Тик-Так, на твой, на все эти другие каналы. Все мы сделаем по красоте. Потому что... Ну, а что еще смотреть в Ютубе? Сам понимаешь. Ни в Ютубе, нигде особо контента годного-то не лепят. Вот сидим, ждем только твои видосы, Женек. Вот, видите, вот такое пишем. Несутся, блин. Камеру смотрите, не щелите мою. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok